всем всем привет уважаемые зрители канала субиньюз я рад вам сообщить что у нас сегодня в прямом эфире на канале гарри табах это капитан первого ранга вмс сша в отставке как вы конечно же знаете здравствуйте привет привет василий привет дорогой да дорогой в черные вышиванки ты что в трауре нет это праздничная вышиванка но белую оденем когда война будет окончена да кстати с праздником вас днем моста гарри мы безусловно обозначили нашей темой что собственно там сегодня произошло под керчью и пригласили вас как военного человека с надеждой что вы именно ответите нам свои варианты своих версий что же там все-таки было многие практически большинство говорят о том что взорвалась взрывчаткой машина у нас есть например телеграм-канале кадры сейчас я нашим зрителям в час в чат брошу ссылку с этими видео где заметно неоднозначно заметно что взрывная волна идет ниже ниже сбоку от моста и когда проезжает фура волна идет снизу какое-то там движение и направление силы удара говорит о том что возможно очень даже возможно что взорвалась вообще и не машина пожалуйста ваше видение как вы думаете что же там могло произойти какие вообще варианты в таких случаях могут существовать и вообще ваше общее впечатление об утренней ситуации спасибо василия огромное что ты мне даешь эту возможность мне выразить свои мысли вариантов может быть очень много мы до сих пор не знаем что случилось допустим с курском или что случилось с самолетами с качинской которых летела вся верхушка польши или что случилось с малазийским никто досконально так мы имеем понятие мы верим в это мы до сих пор в принципе не знаем что случилось с с газовыми трубами с газовыми нитями которые были сорваны еще не так давно пару недель тому назад версии очень много в этом и сейчас вот мост все это совпадение я не думаю что и вот нити и вот что может это совпадение что это какой-то случай опять же я не ракетчик я там не подводник я не летчик поэтому все остальные версии для меня как бы они немножко чужоватые а меня ближе конечно это диверсионная какая-то или там можно сказать партизанская террористический акт он мне ближе да это спланированная очень четко спланированность операция которая планировалась давно и если это сделали спецслужбы украинские то браво они сделали очень хорошую работу если это сделали какие-то партизаны или оппозиция то конечно же тогда они у них очень огромные ресурсы и они слажены работы если это был удар ракет и самолетом или еще чем-то опять же с вооруженными силами то опять же это очень четко и филигранная работа то есть коллапера дэмидж что мы называем погибших гражданских людей очень мало насколько я понимаю там два человека погибло которые ехали в легковой машине в принципе для такой операции это допустимо это нехорошо но это допустимо поэтому из картинок мы видим что да пролеты повреждены полотно железное не так сильно железнодорожное но все равно это надо будет там долго смотреть или повреждены опоры или нет у меня когда-то служил со мной гениальный подрывник очень гениальный парень был архитект мосты это самое сложное потому что пролеты даты можно уничтожить вот опоры их надо чтобы они это намного важнее но все равно главное это то что это победа украины это победа украины я знаю что сейчас будут в этой победе участвовать все я знаю что господин пинковский частный полковник из полковником стал назвать потому что он становится все больше и больше экспертом военным и поэтому я ему дал звание вспоминается юрий швец и поговорка и швец и жнец и на зудей гриц но то что они там они сейчас станут делить что это значит сегодняшняя администрация что это канская разведка что у них есть какие-то там данные нет это опять же это то что называется украденная доблесть это победа исключительно украинская какая кто бы ее не совершил и как бы и ее не создали это показывает на что если это было сделано потому что этот мост это стратегический объект путин сам объявлял его стратегическим объектом что такое стратегический объект стратегический объект охраняется там должно быть пво если это ракета или если это самолет который или или хаймарс или еще что-то эти ракеты должны быть сбиты значит они если я не думаю что это были хаймарсы или самолеты но неважно если даже это такое значит их пво не работает если это диверсия вот этот грузовик проехал что наверное легче в россии сделать подкупить кого-то коррупции он проехал и таким образом значит их сбу не работает значит их контрразведка не работает если так что любые любой вариант это то что провал российских вооруженных сил или российской разведки российского фсб или что это их провал они вот это не просчитали и не смогли предотвратить не думаю что это просто там что-то взорвалось что это такое раздолбайство российское это спланированная операция больше похоже конечно же на это точно так же как и взрыв газовых газовых трубопровода поэтому я считаю что это абсолютная победа украины единственное что что я мне не очень нравится это то что сегодня все сми все блогеры все поздравляют но что это с днем рождения путина что это такой подарок путину я понимаю что это очень здорово и ты вышел в парадную в это надел и поздравить путина таким образом мы все где-то внутри радуемся этому и вот горе вот на тебе вы же любите у него два фетиша было крымский мост и собственно крым в целом ну а у него был там не у него там был олимпиада у него было несколько вот таких себе памятников которых он себе рукотворных построил но крымский мост явно это что это есть я имею ввиду что я хотел бы чтобы украинским вооруженным силам если это сделали бару если это сделали партизаны или диверсанты или там террористы как хотите можете их называть кто как называть если они это сделают туда это не такой подарок тут есть символика в этом и это все прекрасно и хорошо я обеими руками за но если это создано вооруженными силами украины то я предпочитаю и располагаюсь тому что украинские вооруженные силы и генштаб и генералитет украинские намного профессиональные они не советские которые что-то привязывают какой-то дате или утереть кого-то но если бы они хотели привязать они бы вчера это сделали тонкий намек поправкой на ветер я надеюсь что это продумано и сделано потому что это оперативно нужно сейчас в этот момент или даже может быть стратегически нужно в этот момент они потому что это было день рождения с учетом херсона и бердянска все верно с учетом того что подходит зима что нужно уже прервать что мы переходим я не думаю что это большой секрет сейчас я военные открываю что мы подготавливаемся контрнаступлению на херсон но в то же время я поэтому я считаю что это более профессионально чем символически я предпочитаю что того что я наблюдал действия генерала заложного генера его генералитета вокруг него это не советские люди они действуют то что нужно и необходимо они привязывают это какой-то символики или подарок зеленскому к янки пуру или еще что-то такое это делается для того чтобы украинская армия была в лучшей ситуации чтобы у нее было превосходство на данный момент и что это сделано профессионально поэтому эти блогеры которые это на день рождения ему вооруженные силы украины принесли подарок нет это не подарок родную рождению это война и в этой войне никаких подарков там или никаких символов тратить на это такие ресурсы и время оно не стоит это профессионализм тогда украинской армии зсу или украинских спецслужб уверен что если это сделано опять же как из как из во всем остальном что украинские вооруженные делали проделали это не только они это и спецслужбы это и гражданские это и много-много всех в этом в этом людей участвует и участвует профессионально потому что это неожиданно это неожиданно какой какая какие повреждения этому мосту посмотрим я не знаю я не инженер и никто другой посмотрим сколько это им займет отремонтировать сколько это им займет восстановить переправу через залив им будет теперь чрезвычайно сложно сделать из-за погодных условий из-за того что ну много там причин почему им будет теперь сложно снабжать ну и конечно же паника в крыму тоже помогает я конечно с твоего разрешения василий ну а потом вся одно свой конек что мол как он будет ответить на время еще есть в любом случае захотите что-то сказать всегда пожалуйста реагировать на это в первую очередь я думаю будет реагировать опять начнет бомбежку гражданских объектов украины я планировал это спросить но немножко вернемся чуть позже к этой теме а пока я хотел бы просто напомнить нашим зрителям что они могут задавать свои вопросы гарри писать комментарии как просто в чате что увидим то успеем и к таки в обязательном порядке процитируем то что будет супер чате либо с либо в первой ссылке в описании это помощь коллективу канала обязательно зачитаем а кстати интересный комментарий у нас наша сегодняшняя передача называется как взорвали крымский мост мы с этого и начали обсуждение и пользователь new journal написал замечательную фразу как взорвали крымский мост как взорвали как взорвали ну хорошо взорвали кстати по поводу по поводу того хорошо взорвали не хорошо взорвали все таки недостаточно хорошо взорвали уже есть видео и фото с тем что в реверсном движении заработала уцелевшая половина уцелевшая линия автомобильного сообщения только для легковых машин и уже сообщают о том что поезда выдвинулись из симферополя в сторону керчи что все таки железнодорожная магистраль которая тоже на мосту она не расплавилась от огня железо бетонные конструкции железной конструкции уцелели но я честно говоря не понимаю такую поспешность мне кажется что после то там горющее лилось просто на на эти железные конструкции на рельсы и пускать подвергать опасности жизни людей я не знаю после без тщательного исследования это конечно же их пиар акции они уже пускают поезда пассажирские поезда по вот этому ужасу который там произошел и вы знаете я не удивлюсь что там это все обрушится потому что там был большой огонь и естественно мы помним мы помним башни близнецы мы понимаем что там металлоконструкции именно не выдержали под воздействием высокой температуры они по этому мосту сейчас представляете запускают пассажирские поезда идиоты не проведя даже нормальное исследование хотя бы сутки двое я просто не знаю как это называть это людоеды какие-то я гарри вы 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 как вы то есть мы получается получается так что мы увидели с вами выход из строя только одной на данный момент автомобильной полосы в одну сторону будут ездить по реверсу и грузовики будут через паром двигаться вы все-таки вы удовлетворены результатом тем что мы имеем на сегодня ну пока что да паром и тоже это сложно потому что паром и были греческие теперь они ну они не будут под санкционированным не думаю это были не российские паром я с тобой абсолютно согласен но они не идиоты идет и те которые ездят через этот мост или воюют на фронте это идиоты а ты говоришь что они пустили людей знаешь они же не отвечают перед людьми они отвечают перед одним человеком а этому человеку они должны доложить да все нормально все уже все идет все ездится одна поправка это не человека там раз я имею ввиду передать у них ответ только у них один бог там есть ли дьявол как хотите надо понимаешь да что перед ним а перед ним они уже отчитываются что ничего такого страшного не было все нормально все работает все хорошо ваша ваша честь спасена никто за нее дотронуться его наоборот показываем насколько крепок этот мост что вот они ударили хаймарсами они ударили ядерным тактическим оружием а мост устоял и ничего ему такого не было вот что они будут говорить и people будут хавать я уверяю что people будут хавать но я думаю люди которые мы случая в россии то есть такие люди которые понимают что они понимают что украинцы могут достать до этого моста и сейчас это такой взрыв а следующий будет может быть быть совершенно другим немножко очковать по нему ездить очку жим жим я бы своих детей по нему не опустил бы поехать да дело ну а с другой стороны на оккупированных территориях тоже опасно там эти тоже получается такое уже небольшое окружение у нас оперативное и но это опять показатель опять же я хочу подчеркнуть это не на день рождения путина я надеюсь а это я надеюсь показатель после того после ядерных угроз путина что мол украину ты не запугал придурок и мы не боимся и мы не остановимся не только путину но и западным партнером как говорится показать что украина не сядет за стол уже после этого уже какие переговоры что вы начинаете про это вести разговор все это как бы украина показывает что это будет война до победного конца и это теперь зависит от запада сколько вы насколько вы готовы участвовать в этом или мы все равно будем это делать но цену платим мы за это я опять же возвращаюсь к своему любимому конько где оружие для украины поговорим горе есть есть это у нас планах ленд-лиз и все дела мы обсудим безусловно как как же с вами без ленд-лиз а я обязательно вернусь к этому вопросу бомбежки гражданского населения городов граждан разрушения почему до сих пор небо не закрыто над украиной вот вот сейчас будет ответ его почему не закрывать почему до сих пор бомбится харьков почему до сих пор летят ракеты на одессу и николаев почему эти города не закрыты мы не можем дать вам даже этого оборонительного оружия который у нас стоит тысячами посмотрим посмотрим реакцию запада на это кстати а какая реакция запада будет но перед этим я попрошу наших уважаемых зрителей поставить все таки отметку нравится потому что я так понимаю что гарри настолько интересно рассказывает что наши зрители даже не успели это сделать ну представьте примерно у меня конечно двойка по арифметике ну примерно где-то раз в пять приблизительно меньше отметок чем людей которые нас одновременно смотрят это говорит о том что все на все так увлекательно что лень отлечься на две секунды но мы вас просим сделайте это пожалуйста горе и какая реакция будет вы знаете сегодня визжала уже захарова визжали другие российские чиновники что вот мол государство террорист теперь окончательно убедила весь мир что это террористы они бьют транспортную инфраструктуру там гражданские объекты но на самом деле это военная инфраструктура которая подвозит снаряды причем незаконно построена для оккупационных целей на чужой территории реакция запада на эту на эту ситуацию пожалуйста объясните нет но мосты это всегда если ты разрушаешь мост это и у нет и потом же там военная законная цель да так военная законная цель и террористический акт это когда ты стреляешь без прицела а просто вот как они забрасывают бомбами харьков николаев одессу куда попадет туда и попадется мариуполь снести губить дофига гражданского населения это террористические акты а это не террористический акт а во первых гражданское население не пострадало два человека погибло но по сравнению с харьковом например или с мариуполем и плюс 6 утра это мост был почти пустой а это специально сделано когда мост пустой пустует ну и конечно видимо что когда этот паровоз там стоит или идет по нему там это скоординированная акция но это не террористическая акция в моем понятии потому что терроризм это тоже такое размытые понятия для кого-то это террористы для кого-то это герой ну прежде всего это цель запугивания с максимальными жертвами гражданского населения вот что террорист абсолютно верно и поэтому я думаю что его реакция будет первоначально опять же бомбежка украинского мирного населения городов сейчас они начнут кидать ракеты ракетами запугить это будет их ну так обычно я не знаю как они будут реагировать потому что ну обычно это вот они так реагируют на поле боя они не могут с вами столкнуться их армия небоеспособна на сегодняшний день против украинской и они переходим перешли уже давным-давно к террористическим актам опять же моя претензия почему эти города почему это гражданское население не защищено и и не защищено нами западом украинцы делают по моему уже доказали всему миру больше чем возможно или больше чем от них ожидали уже извините скоро целый год будет а мы все мы все это не хотим эскалации и хотим сохранить лицо получаем эскалацию и не сохраняем никакого лица но все это стоит да опять же меня обвиняют что как так потому что америка дает 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 но недостаточно и мало и чем больше мы дадим и чем быстрее мы дадим тем меньше украинских жизней будет потеряно цвета нации украинской будет потеряно этих ребят которые на передовые люди нашей страны лучше люди да абсолютно те которые будут отстраивать страну те которые будут бороться с будущей украины я бы сказал еще потому что эти люди проливали кровь чем больше их уничтожается тем хуже для украины а их уничтожается больше потому что нету достаточно оружия которое нужно которое необходимо которое мы можем их снабдить еще в восьмом году не восьмом так в четырнадцатом так сейчас так в феврале не феврале так хотя бы сейчас пусть пойдет land leaks но это очень сложно особенно мне воевать с вашими сми уже чрезвычайно сложно гарри я хотел бы срочную информацию дать я одним глазом посмотрю наш телеграм-канал появляются регулярно интересные вещи и только что опубликована фотография человека который якобы был за рулем этого красного американского кстати грузовика обратили внимание грузовик американского производства это с длинным капотом знаете тоже интересная деталь да там уже пошли ролики с грузовиком которые кока-колу возят ну похож такой красного цвета тоже как и мне жалко понятно дело в том что кока-колу запретили в россии вернее она ушла и видимо своеобразная месть так вот опубликовали фото я сейчас в чат брошу ссылочку этой фотографии в нашем телеграм-канале друзья можете посмотреть на это лицо это 51-летний махир юсубов человек который находился за рулем грузовика взорвавшегося сегодня утром на крымском мосту не на его племянника был зарегистрирован грузовик но опубликовали фото человека который якобы был за рулем будем будем конечно следить за данной ситуацией и безусловно моментально в нашем телеграм-канале опубликуем все что нам станет известно тут же секунда секунду юрий а вот скажите пожалуйста вторая сторона этого вопроса к сожалению эффект получился неполным но конечно же громким неполным я имею ввиду что пока пока ключевое слово жд полотно стоит и вторая полоса опять же пока стоит потому что мы не знаем какая была там детонация колебания какие были и что там произойдет в дальнейшем потому что мы знаем вот эти все вещи резонанс машины поедут и так далее но другая сторона этой ситуации моральный эффект вот вот там на болотах вой вот этот вот завывание как вы думаете моральный эффект этого как это назвать я не хочу там взрыв употреблять слова и так далее тем более ютубик не любит вот этого громкого случая моральный эффект он достигнут я имею ввиду для у тех людей которые живут в федерации ну для тех у кого мозги чуть больше чем у белки я думаю да для тех рабов крепостных которым мы так ну это нет даже наоборот на и наверно разозлились еще больше вот там хохлы значит что творят постойте а как же великий путин который обещал что мост там супер защищен итоге соврал получается и ответа до сих пор никакого нет обещали что там там всякие медведевы молниеносный ответ зеленского который будет под днепру в тапочках плыть и так далее или ты пытаешься мыслить как что наверное воспринимать как нормальный человек а какой из меня нормально с тобой средние люди среди нормальные люди очень среди я и вынес вы не смеши а вы не средний вы капитан первого раунда я очень среди есть такая но ты пытаешься объяснить людям чьи предки или кто читал и вырос на муму у читал в школе читали который который обделенный которого ничего нету он может не говорить ничего у него есть один друг лучший друг который его понимает который его облизывает целую там которому он нравится это вот этот собачка и он топит этого друга потому что бароня так захотела вот с кем мы имеем дело так что они сына отправят на войну дочку отправят на войну но путин будет бароня такая бароня который ничего они не могут собой сделать это 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 обделенные ущербные существа у которых нету воли у которых нету понятия между правильным или неправильным хорошим или плохим они скажут что нет путин не вина путин построил мост он хотел а вот вы террористы вы вот такое сделали вот эти вот кровожадные бендеровцы нацисты и так далее так далее там их таких миллионы таких миллионы те у которых есть какое-то мышление какое-то там понятие они уже свалили давным-давно валят оттуда еще семнадцатого там года или с какого-то года но я моя семья одна из этих которые понимала мой папа сидел я помню он когда слух читал новое русское слово это газету в америке тогда не было компьютеров не обончить телевизор по советский союз закрытым читал вы знаете я извиняюсь я немножко увлекался антиквариатом как и вы кстати судя по тем девайсом которые сзади вас расположены и у меня эта газета была в руках ну затем мы там поменялись одним человеком на другие вещи 50 60-х по моему году она белогвардейцами была установлена вот мой папа держался за голову и говорил как как я мог жить с этими людьми среди них так это понимаешь ты уже когда ты в свободном мире вот украина за 30 лет оказалась свободном мире теперь вы хватаетесь за голову и говорить как как мы можем жить жить с этими людьми еще раз я вот например сейчас можно я здесь сердце со своего снял я призываю российских русских офицеров сержантов может быть даже генералов осознать что над вами издеваются что вы будете в ответе что происходит на вас уже вешают все что это армия проиграла что это офицеры пьяницы что это генералы коррупционные кадырову дают генерала полковника армии вы понимаете что вас унижают вы понимаете что вы никто что вами пользуется я хочу повторить слова президента украины сказать вам сдавайтесь позора в сдаче здесь нет вас предал не вы предали родину вас родина предала и теперь она еще над вами измывается и унижает такими как кадыров с такими как пригожин который командует вами который вас бросает это вы штрафники а не они вы бандиты получаетесь а не они если для кого-то офицерские погоны звезды на плечах не дырки в голове а правда что-то имеет или сдавайтесь или разворачивайтесь и скажу таки да сейчас словами владимир владимировича путина когда он призывал украинских военных скинуть власть и сказал мы с вами договоримся мы найдем с вами общий язык ну ошибся не нашел с вами общий язык вот я хочу сказать товарищи офицеры те которые из вас правда товарищи кто офицер скиньте его генералы скиньте его скиньте этих кгбшников а украинская власть с вами договориться вот с вами она договориться с теми кто у кого честь не пустое слово скиньте его и повернитесь лицом к миру они будьте военными преступниками вот все что хотел сказать гарри вернемся к основной теме нашей беседы будем кстати надеяться что российские офицеры смотрят наши и ваши передачи поэтому ваши слова найдут своего слушателя но вернемся к основной теме нашей передачи вот вы как флотский офицер как вам версия еще раз говорю что выложены у нас в телеграм-канале два видео судя из которых взрыв источник взрыва расположен не на мосту а под мостом причем сбоку это но это очевидно это бросается в глаза друзья еще раз сейчас сбрасываю эту ссылку посмотрите на эти два ролика и в этом отношении получается что если эта версия верна что это не грузовик и что оттуда шел взрыв что значит что-то было прикреплено к опорам или где-то в этом районе и это наталкивает на мысль что эта работа подводная возможно было это могли быть глубоководные аппараты беспилотная это могли быть аквалангисты там про боевых дельфинов я не буду уже говорить это московиты пускай этим занимаются бедных зверюшек мучают вы как вы как офицера военно-морского флота сша что вы думаете о подобных версиях это возможно это возможно это но это очень сложно потому что такую операцию провести это будет сложно опять же из моего прошлого из моего опыта так как в основном я моя карьера была борьба с терроризмом и уничтожение ядерного оружия другого оружия массового поражения я бы склонялся больше к версии что подкупили русских это несложно сделать и проточили поверху они с воды и или прикрепили то что опасно или все-таки легче всего провести я извиняюсь по последним данным которые пишут в интернете сми пишут что там ну наверное многие уже слышали что на обоих концах моста и со стороны кубани со стороны кирчи есть какие-то там супер современные рукожопые вот эти вот российские установки которые могут обнаружить следы взрывчатки даже если они были в машине 60 дней назад но по последней информации оказывается там не всех через нее пропускают а у него просто проверили документы решили что все в порядке и прощай вася могут а могут быть и подкупные стояли или могут быть те которые что мы называем симпатайзер те которые за украину но мы помним рейд басаева да когда они две области проехали и поддавали по 100 долларов на посту и три камаза 160 человек оружием это это даже может быть что этот шофер который я надеюсь выжил мы видим что он наверное не местный или может быть он может быть это татарское имя я не разбираюсь он может быть не знал что он везет ему прицепили прицеп грузовику и он поехал он не проверил может быть внутри была взрывчатка а снаружи было завали заставлено ящиками от кока-колы или от буратино что там сейчас за место кока-колы они возят и и таким образом боярышник юр боярышник да боярышник тоже и может быть он и подкупил их боярышником одновременно тоже на ящик тебе боярышника ящика тебе и проехал он даже может быть сам не знал национальные скрепы самая ценная балалайка и боярыш да вот и там вариантов очень много я просто говорю самый простой и самый несложный вариант понимаю местную культуру и понимаю ситуацию чтобы это была такая сложность то что были боевые пловцы там морские котики украинские или морки там уже это сложнее конечно же это более сложная операция но тоже она возможная и мы видим что украинцы эти операции проделывали они эти операции проделывали даже с тем как захватили этого медведчука это была спецоперация которая была продумана которая была сделана очень аккуратно и уничтожение многих российских генералов я уже по моему сбился счет у сколько генералов вы там положили по моему столько генералов если все воины взять вместе за всю историю столько генералов не погибло следующий после генералов и моста должен быть окурок это будет операция хотя и это неплохо проведена мы с вами видим да взрыв произошел как раз когда там был состав с цистернами у шахматная партия супер вообще самая легкая сейчас если бы он помер кстати застрелился но я имею ввиду да так вы его мучить и он сейчас мучается это же мучение для для него я скажу так что саддан хусейн умер в 69 кадафи в 69 осама бен лад я не помню помоложе он был но они все до 70 не доживали это это мразь каким-то образом дотянуло до 70 рекордсмен до рекордсмен но я думаю что вы ускорите это исправить эту историческую ошибку так одну секунду я тут я тут смотрю по бен ладену так 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 родился он у нас 57 году это получается сколько 43 года и прибавим когда его уничтожили я не вижу вы не помните гарри в каком году его обама мамы там она клиент на это был где-то по моему тоже 13 или 12 12 один в одиннадцатом году то есть получается получается 43 плюс 11 вообще молодой 54 года мой возраст фактически юрий мы говорим о снова об этом происшествии а версии до озвучиваем версии слушаем ваше мнение и есть такая вот дикая как я считаю версия что этот теракт устроил фсб по двум причинам основная причина это чтобы получить право на ядерный удар по украине и 2 при 2 причина например ну чтобы столкнуть группировки как вы говорите вот офицеров генералов министерства обороны и вот этих бандитов которые имеют частной армии пригожина кадырова и прочей вот этой бестии я понятно что я сам лично к этой версии не склоняюсь ваше мнение хотелось бы скучить ну я не склоняюсь потому что мне кажется легче было бы там состав с рязанским сахаром завести в воронеж и убить там тысяч десять мирных жителей это был бы посерьезнее повод а зачем вот свой мост по которому снаряды возили уничтожать но тем не менее ваше мнение тоже ценно но как ты говоришь что может быть не такая уж и большая там разрушение не такие уж большие они могут будут может быть они их и починят довольно таки очень быстро поезда и подходят к мосту мы следим легковые машины уже есть видео и фото они по оставшейся линии в реверсном движении то есть одни проехали кучкой остановили мост одна одна полоса но это неважно дело в том что мы видим что может быть это не такая большая большие разрешения там шли но я не исключаю этого варианта что они это сами сделали потому что исторически опять же я выхожу не из будущего и скажу из прошлого они это постоянно делали сами себя бомбили сами все бомбили воронеж если бы в воронеже они взорвали какие-то дома и пытались как на чеченцев скинуть это на украинцев то это бы уже конечно малая версия а вот то что все время украинцы требовали разбомбить мосты по всем сми говорили почему по керческому мосту нет удара нет удара вот пожалуйста они все время это хотели это слишком тонко для них мне кажется и причем они это сделали на день рождения путина чтобы утереть нос и вот таким образом конечно же показать что как кто это там симоньян или кто-то сказал что уже пошла война без правил почему это без правил я не знаю взрыв моста и уничтожение моста как раз по правилам особенно тот который снабжает войска твоего врага особенно накануне наступления в этом регионе но ничто не может дать ему право ничто кроме если кто-то использует ядерное оружие а украины ядерного оружия не это вот они сейчас говорили что зеленский призвал к использованию ядерного оружия против россии примитивный удар такого не было это вранье во первых у него нет ядерного оружия у зеленского чтобы примитивно ударить по москве а во вторых не ничто не дает тебе права использовать ядерное оружие абсолютно ничто кроме того что если кто-то по тебе не ударил поэтому оно и называется оружие сдерживание не может дословно если дословно я извиняюсь он сказал что нужно найти нанести превентивный удар пока те не нажали кнопку а вот он не сказал слово ядерный удар это может быть удар по авиационный это может быть в конце концов санкционный превентивный это перевернули все ваши сми тоже украинские очень здорово вот это делает поэтому никто не имеет никакого права на примитивный удар ядерным оружием это 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 не правилах человек поэтому если даже вы разрушите весь этот мост и даже ударите там я не знаю по кремлю и кремлевскую башню разрушить это не дает кому-то право использовать ядерное ядерное оружие потом в конституции российской федерации написано что ядерное оружие может быть использовано только если россия в опасности уничтожение крымского моста не ставит россию в опасность даже освобождение всех оккупированных территорий и крыма не ставит россию в опасность путин его свора и безмозглого безмозглый без хребетный народ вот что ставит в опасность россию так что могут ударить ядерным оружием сами по себе другой других вариантов нету но опять же знаешь это всегда выдирается эти из контекста переворачивается я недавно выступал на одной из ваших программ довольно таки популярных все было прекрасно я объяснил свою позицию и про ленд-лис и про то и про все потом пригласили следующая программа четырех специалистов которые начали без меня присутствует начали меня разбирать все все что есть все из контекста выйдет все перевернуто все что нет оружия есть в украине все идет да маловато ну достаточно но какая разница рано или поздно это все придет слышите рано или поздно если это придет поздно это будет стоить вам сотни десятки тысяч жизни лучших из лучших если это придет раньше это сохранить жизни rush рано или поздно ну и так далее и так далее все разбирали это по частям что Это мне напоминает анекдот моего детства, когда два дебила смотрят телевизор в России. И там один спрашивает другого, how do you do? А другой ему отставляет, all right. Второй его спрашивает, что он сказал? Говорит, ну один переводит с английского на русский. Он говорит, how do you do? Он его спрашивает, как ты это делаешь? А этот ему отвечает, all right, всегда правый. Вольности перевода. Да, вольности перевода. И поэтому потом аргументировать, что они перевели неправильно, это бестолку. Как же неправильно, все правильно, how do you do? Как ты это делаешь? А all right, это всегда правый. Вы, давайте, давайте немножко коснемся темы, которую вы уже анонсировали чуть ранее. Ответ, ответ, извините за выражение резиновой задницы из Кремля. Будет ли он, когда он будет и какой он будет? Ведь ему плюнули в рожу просто смачно сегодня. С удовольствием. Опять же, я хочу сказать словами генерала Залужного, что с ними надо быть готовыми ко всему. К любому, ко всему. Просто потому, что они будут психовать и еще раз чертить какие-то красные линии до ядерного удара. Готовиться надо быть готовым абсолютно ко всему. Атаки с Белоруссии на Киев, про что я говорил генерал. Ко всему надо быть готовым. Какой ответ будет, я не знаю. Но, опять же, из прошлого мы знаем, что они просто начинают вести себя как террористы и убивать гражданское население Украины, пытаясь их создать панику, пытаясь создать недовольство украинской властью, что, мол, они не защищены, народ не защищен, и вот война уже длится скоро год. Я думаю, что они не совсем понимают, опять же, потому что доносят Путину совершенно другую информацию. Они не понимают, что, наоборот, это сплачивает украинский народ, наоборот, это делает его сильнее. И все зависит сегодня от Запада, в основном от Соединенных Штатов Америки. Вот Франция, например, знаете, много на Макрона, говорит Макрон, да, там может быть. Но в процентном отношении Франция дает больше всех Украине оружие. А вот в Соединенных Штатах мы говорим, да-да-да, такая у нас риторика очень жесткая. Но когда Украина подает на вступление в НАТО, то сразу же, ну, еще не готово, еще у нас процедура. Хотя 11 стран уже за, подписали документы. И мы, Соединенные Штаты, тоже должны быть за. В первых рядах? В Британии? Конечно. Но, как видишь, мы не в первых, даже не в задних рядах. Сразу же подыгрываем Путину. До сих пор продолжаем подыгрывать. И заместо того, чтобы сказать, раз вы присоединили эти территории не свои, незаконно к себе, то мы тоже изменяем теперь порядок вступления в НАТО и принимаем Украину, обходя пятый параграф в НАТО. Теперь мы ей даем все оружие, все, что необходимо. Танки, самолеты, ракеты, противовоздушную оборону, корабли. Все даем Украине. И она вас сметет с лица земли. Вы не успеете даже нажать на кнопку за место, но этого не происходит. И потому что, а Путин это видит, что наша власть слабая, малодушная, трусливая и никак не может сделать то, что требует американский народ. Американский народ через Конгресс, так у нас устроено, издал закон по ленд-лису. То есть мы имели в виду, что сейчас президент даст все необходимое Украине, все, что Украина попросит, и даст моментально, быстро, в обход Конгрессу. Конгресс отдал свой, а он ничего не дает. Абсолютно ноль. Кстати, да, Гарри, к этой теме обязательно тоже нужно подойти. Давайте посмотрим на календарь. У нас сегодня восьмое праздник. Да, у нас день моста, восьмое октября. Ну да, теперь будем праздновать ежегодно, наверное. Вспоминать, во всяком случае. Восьмое октября, уже восемь дней, как ленд-лиза все тут ждут. Где ленд-лиза? Я праздную 13 апреля. Для меня вот 13 апреля такой значимый день. Это день рождения моего папы и потопление Москвы. Когда Москва горела и тонула одновременно. Я думаю, Москва – это одна десятая того фурора, который сегодня произошел. Потому что Москва не была фетишем и личной гордостью Путина, в отличие от Крымского моста, которым он восхищался, которым он говорил, что он непотопляем, что он его лично открывал. Помните, на грузовике ехал. Может быть, это он, кстати, сегодня вместо этого несчастного восточного человека, может быть, загременурованный Путин ехал. Вот это было бы хорошо. Извините. Помнишь, когда он ехал по этому мосту на грузовике, кстати, он был не пристегнут? Вот тебе, пожалуйста. Интересно, штраф ему выписали? И курит, наверное, там на Москве. Ну, для меня Москва была, так как я морской офицер, да и вообще символика Москва. У меня что-то Москву потопили из-за подожгления. Ну, и потом я знаю людей, кто это сделал, поэтому мне приятно. Ну, неважно. Восемь дней ждем. Где Ленд-Лиз? Я думаю, что он никогда не придет. И это частично вина украинцев, украинских СМИ, украинских вот экспертов, которые сначала всем втирали, что это придет 1 октября. Я даже вчера написал, даже господин Подоляк, это вчера выступал у Юрия Латыниной, я вчера ей написал письмо, она мне не ответила на это. Потому что это не, я не знаю, почему они это делают, но мне и таким, как я, чрезвычайно сложно лоббировать в Соединенных Штатах Америки. За Ленд-Лиз. Потому что из всех украинских утюгов и каналов все время идет. Нет, это так работает господин Арестович, господин Жданов, не господин полковник Арестович, полковник Жданов, еще там полковник какой-то, он не какой-то летчик, я забыл. Жданов, я напомню, ванговал ракетный удар по железнодорожному составу с тонким расчетом времени прибытия на Крымский мост. Мы с вами это обсуждали, кстати. Да. Не наванговал немножко. Ну, я имею в виду, что говорить о том и говорить неправду, я не знаю, почему они говорят неправду, может быть, они врут, может быть, это Соровский хитогрант, я не знаю. Зачем? Ну, полковник, если вы полковник, вы мне объясните, из чего вы исходите. Или даже вчера у Юлии Латыниной господин Подоляк тоже. Сначала они говорили, что нет, это так не работает, что это пойдет 1 октября. Сразу я и мои единомышленники сказали, где вы взяли это 1 октября. Ни один официальное лицо Соединенных Штатов Америки, ни и не неофициальное лицо, никаких своих выступлений не упомянули 1 октября. Ни в какой публикации, ни в официальной, ни в ваших любимых CNN, New York Times, The Washington Post, нигде не написано 1 октября. Где вы взяли это 1 октября? Взяли они это у Швеции. Раскрутил это господин Гордон. Все остальные это подхватили. Пришло 1 октября, плен лица нет. Теперь они говорят, что как это нет, он идет. Вот 40 миллиардов, вот 12 миллиардов. Во-первых, 40 миллиардов, это не для Украины. И 12 миллиардов не для Украины. В этих 40 миллиардов только 17 миллиардов для Украины. Там и для беженцев, и для гендерного образования. И только 6 миллиардов на вооружение. Из этих 6 миллиардов, я округляю суммы, чтобы ускорить. Из этих 6 миллиардов вам дали потратить только 4 миллиарда. А 2 миллиарда пропало, вы даже не сможете. Никакого наступательного оружия в этих пакетах нет. Это пакеты. И в этих пакетах это идет пропаганда и подкуп для выбора в ноябре. То есть, в этих 12, допустим, миллиардов... Так что, был целый список там же, F-16, Патриоты. Это то, что вы хотите. А вам говорят нет. Потом закон вроде был. Что, в Соединенных Штатах уже законы не исполняют? Ну, вот это закон. Господин, бывший посол в Украину, Джан Хребст, уважаемый Джан Хребст, сказал, что это вообще закон символический. Господин полковник Аристосич сказал, что это вообще не закон. Вот я не знаю, что наш Конгресс делает, если он выпускает не законы или законы символические. Это чушь. Будапештский меморандум. Это чушь. Будапештский меморандум не закон. А здесь закон, который проголосовал Конгресс. У нас Конгресс что, голосует не за законы? Более того, в эти пакеты входит помощь Южным Штатам. То есть подкупка Южных Штатов перед ноябрем. За что республиканцы, конечно же, голосуют против. Госпожа Спаркс, Конгрессвумен Спаркс, проголосовала против. Она не против Украины. Но если вы пойдете и послушаете, что она об этом говорит, она говорит, что это подкуп. Что это использование Украины, называя этот пакет помощь Украине, где помощь Украины мизерная. И нету наступательного оружия опять. То есть вы переходите в наступление без наступления. Да, там вы набрали танков Т-72, Т-62. Это же барахло советское. А не Эйбрамсы. И не Леопарды. И не Брэдлис. Вот что нужно. И поддержка с неба, чтобы в небе было происходство. Вот как наступление делалось. С А-10, с штурмовиками, с вертолетами. Да небо даже не прикрыто Украиной. Еще ПВО. А Патриот и ПВО, это, наверное, одно из наиболее важных. Опять говорит, что это надо обучать, что это надо приготовить. Не надо это ничего готовить. Это у нас стоит законсервированное. И хаймерсов дофига. Нет, ну вот сейчас еще 18 хаймерсов придет. Нет, не придет. Эти 18 хаймерсов вы должны заказать в нашей индустрии военной. То есть они, в лучшем случае, некоторые через год, а в основном через 5-18. И причем новые. Зачем вам новые, когда у нас уже есть дофига стоит. Как новые? Как новые? Я много раз это объяснял. Что даже то, что мы передали. Вот, например, когда вам продавали F-16, в чем я участвовал в Польше. Мы им говорили, вам новые не нужны. У нас есть F-16, которым 10-15 лет. Они как новые. У нас вот это вот, что законсервированное. Но все как новое. Вы платите одну десятую часть за них. Так зачем вам новые? Заместо одного вы можете купить 5-6. То же самое с хаймерсами. Зачем вам через год или 5 новый хаймерс, когда вы сейчас можете на эти деньги купить 5-6 хаймерсов? Ну да, на гусеницах. Ну да, не последний день. Ну как новые? Все равно они будут бить и делать то, что нужно делать. И так далее. Но они преподносят это, что нет, вот пошло вот эти вот 40 миллиардов, 12 миллиардов. Во-первых, там не 40 миллиардов, не 12. Я уже объяснял. Это неправда. И не все вы можете их потратить. И можете только потратить на то, что вам предписывают. Это не land lease. Объясни еще раз. За land lease проголосовал Конгресс. Президент подписал. То есть это закон. Все. Теперь вы что хотите сказать, полковники, ну вот три полковника, которых я слышал, что это сказали. Забыл летчика, полковника имя. Или даже господин Подоля. Вы же представители власти как бы. Вы что хотите сказать, что у нас в Конгрессе сначала проголосовали за land lease. Президент это подписал. А теперь отдельно голосуем еще за 40 миллиардов, за 12 миллиардов, за 8 миллиардов, за 300 миллионов. Вот сейчас проголосовано. У нас Конгресс два раза за одно и то же, что ли, голосует? Это две разные вещи. Это гранты, а это land lease. Они одно и другое. Говорят, ну какая разница? Идет все. Большая разница. Может быть для вас это никакой разницы, потому что у вас никого близких на фронте нет. У меня друзья есть и американцы, причем на фронте, в Украине. Большая разница. Объясню, почему большая разница. Потому что мой народ, американский народ, сказал свое слово. Land lease должен идти. Это закон. И я хочу, чтобы мой президент исполнял закон, за который проголосовал американский народ. Это даже Украина, даже ни при чем. Ну конечно она при чем, но я имею в виду, тут даже наши законы. Я хочу, чтобы наши американские законы Белый дом исполнял. А из всех утюгов говорят, что нет, все идет, что это предвыборная кампания Трампа. Что я трампист, что я за Трампа. При чем тут трампист, если за Трампа? Вам легче от этого? Пусть будет предвыборная кампания. Пусть нет. Я говорю факты. Вам легче, что это за Трампа, за Байдена или еще за кого-то. Оружие вам нужно, чтобы спасти свои жизни. Чтобы сохранить свои жизни. Нет, если он трампист, это предвыборная кампания. Хорошо, пусть будет предвыборная кампания. Покажите мне танки, покажите мне штурмовики, покажите мне дальнобойную артиллерию. Сейчас просили, республиканцы, кстати, просили, чтобы вот эти 300 миллионов дали потратить украинцам 9 дней тому назад. Нет, не дали. 2 миллиарда пропало. Через 4 дня дали эти 300 миллионов, в которые входят 4 Хаймарса и там Гаубиц. Это, в принципе, замена. С июля ничего не поступало. Это замена, потому что это военная техника. Она ломается, она уничтожается. Это замена того, что ничего больше не идет. Вот. Я не знаю, как вопрос, Василий. Ты мне скажи. Если можно, вкратце, по поводу ядерного оружия. Министр обороны Украины Резников сказал, что по его данным, я не знаю, может быть, он успокаивает. По его данным, бояться ядерного оружия Федерации не нужно, потому что там, как и остальное, все барахло и хлам, и практически ничего не взлетит. Вы инспектировали одну из ядерных военных частей в России. Ваше мнение, взлетит или не взлетит? Если можно, буквально за минуту, потому что у нас следующие тут мероприятия подходят. Смотри, Василий, я инспектировал не одну, я инспектировал много баз, я инспектировал подводные лодки, тополи, шахтные и самоходные ядерные оружия российские, также биологические, химические, уничтожение химического оружия. Я в этом участвовал много. Да, да, я неправильно выразился, извините. То, что министр Резников сказал, это правда, бояться не надо, вообще их бояться не надо. И вы сегодня показали, что их угрозы ядерные там и все, вы не боитесь, грохнули по их мосту. Каким образом, я не знаю, но грохнули, показали, Украина показала. Бояться не надо, но я все равно придерживаюсь того, что сказал генерал Залужный. Бояться не надо, но готовиться ко всему этому надо. Испытать или проверить, сработает. Да, ну вдруг что-то долетит, лучше не пробовать. Как это можно предотвратить? Дать конвенциальное оружие Украине, дать наступательное Украине. Сейчас, в этот момент хотя бы, сразу дать, чтобы вы могли стереть их армию с лица земли, выгнать со своей территории. Таким образом Россия разрушится и Путина не будет. Этот Муму, который, как его, Герасим, который топил Муму, он поймет, что есть другая барыня, которая посильнее, чем его барыня. Тогда он свою барыню поднимет на вилы и точно так же утопит, как и Муму. Рабы только так действуют. Пока они боятся его, они будут за него. Как только появится другая барыня, которая размажет, даст в нос этой барыне, надерет ей задницу, они сразу же эту барыню растопчут. Это рабский менталитет. Да, спасибо, спасибо, что вы поддерживаете таким образом боевой настрой украинцев. Действительно, мы будем дальше продолжать бороться. Еще раз вас всех с праздником, друзья. Я вам только скажу, что ссылка на канал Гарри Табаха в описании. Пожалуйста, подпишитесь, кто еще не там. Спасибо, было очень интересно. Всего доброго. Слава Украине. Слава свободным Соединенным Штатам. Первое им слово. Продолжение следует. Продолжение следует...